привет друзья вы на канале яхты на колесах меня зовут антон а мы в германии на выставке караван салон дюссельдорф сегодня мы заглянули к еще одному бренду из тригана группы это евро мобиль и посмотрим с вами такой вот интересный венчик мне он чем-то напомнил то что нам предложил твин в последнее время с точки зрения планировки но евро мобиль предлагает нам несколько бюджетные варианты еще больше контента в нашем сообществе вконтакте по ссылке в описании подписывайтесь и будьте в контакте с яхтами шасси у нас здесь fiat ducato 140 лошадиных сил по умолчанию механическая коробка но опционально может быть автомат в остальном магнитола здесь мультимедиа не установлена экран тоже листа идет аналоговый поэтому по шасси особо говорить не о чем разворачиваемся на креслах по классике венов попадаем в столовую группу кресла выполнены ручки остались штатные фиатовские посередине ткань по краям светлая кожа в целом по дизайну евро мобиль претендует на такой как бы какой-то премиальный вид вот но по факту пытается остаться в невысоким по цене невысоком по цене сегменте цену по классике смотрите по ссылке в описании потому что все здесь весьма неоднозначно с точки зрения цен представленных на выставке и а уж тем более с точки зрения курса стол интересно трансформируется есть маленький сегмент который выдвигается в нижней части потом верхняя часть вот это еще откидывается и таким образом когда мы находимся в движении мы можем стол сократить сложить сюда про здесь осуна все стоит поэтому неудобно и например движение вам будет здесь просторнее потому что естественно на этом диванчике нас движение находится два пассажира могут находиться там есть два ремня безопасности и в кабине тоже два ремня безопасности кухня классно выполнена столешница из искусственного камня выглядит очень добротно при этом у нас мойка закрывается вот таким интересным образом то есть откидывается дощечка и она же у нас превращается в дополнительную рабочую поверхность здесь у нас внутри врезан смеситель который по сути никак не поворачивается а раковина достаточно глубокая закрываем эту дощечку и получаем рабочую поверхность рядом плита два огня газовая с однометик с электроподжигом полочка упала потому что я ее задел вот таким вот каким-то образом странным она устанавливается ниже есть ящики для столовых приборов тут какая-то просто ниша рядом с мойкой ниже ящик побольше и еще какие-то да еще внизу ящики в одном где-то надеюсь нет мусорный бедро нам здесь нигде не установили и наверху конечно еще осталось вот тут система фиксации интересная то есть мы по сути беремся за ручку и сама ручка есть замок фиксатор которая открывается но это немножко не интуитивно 90 литров компрессорный холодильник у нас здесь установлен работает от электричества прямо сейчас работает есть небольшая морозилка и сам холодильник ниже под холодильником расположен шкафчик а с противоположной стороны санузел душ соответственно душевая кабина трансформируется вот таким образом мы просто тянем сегмент и туалет превращается в душ где одну часть фасада мы закрываем с помощью шторки далее чтобы это все раз закрываем тянем обратно и у нас тогда получается раковина из искусственного камня туалет тэдфорд и вот как бы какие-то полочки шкафчики в целом все вот так вот лаконично шторка ее как-то можно здесь смотать и кнопками зафиксировать чтобы она не болталась не попадала дверь просто здесь на выставке все видимо ее трогают она постоянно мне тоже лень заправлять ручка кстати сделана из кожи сверху ну и соответственно на магнитке она фиксируется этот полноценная дверь проход здесь достаточно узкий я как бы не крупный человек но как мы видим здесь я так как-то с трудом прохожу но тем не менее все таки прохожу в спальню кровать весьма большая и она у нас здесь на то есть в целом рассчитана на двух путешественников два метра длина и ширина я даже не знаю что здесь длина потому что и так и так у нас практически там метр девяносто пять квадратная кровать так что спите как вам угодно и в теории конечно даже три человека может здесь поместиться по бокам у нас здесь просто шкафчики и особо больше ничего интересного но самое интересное здесь в чем в том что эта кровать у нас как и в одном из твинов твинов мы видели она у нас поднимается то есть мы нажимаем эту кнопку она поднимается вверх и тем самым освобождает багажное пространство но сейчас поднять я не могу потому что здесь как в химер необходим ключик который мы поворачиваем и только после этого кнопка работает а его здесь на выставке не предоставили чтобы все подряд это не делали но я думаю можете представить за счет вот этих ремней она поднимается ровно до шкафчиков и таким образом мы получаем багажный отсек размером 145 метров приблизительно соответственно с другой стороны тоже есть кнопка чтобы поднять кровать здесь вот есть сразу такой трап который зафиксирован он вертикально с помощью него мы можем сюда когда поднимем кровать закатить велосипеды что такое там мопед какой-то небольшой скутер электросамокаты или например инвалидное кресло только тогда нам нужно два наверно трапа вот на достаточно часто инвалиды в европе по крайней мере путешествует на автодомах вот как бы это можно в этом может быть необходимость также здесь расположен газовый отсек на два баллона по 22 литра есть возможность подключить уличный душ еще дополнительно и с другой стороны есть какие-то вот небольшие места для хранения на этом на самом деле по багажнику тоже все вот такой вен от евро мобиль мы сегодня с вами посмотрели вся подробная техническая информация цена и так далее и так далее конечно же по классике по ссылочке в описании а также вы можете задать ваши вопросы в комментариях и подписаться на наш телеграм-канал потому что там мы обсуждаем какие-то дополнительные темы можете высказать ваше пожелание по обзорам но и найти какие-то интересные статьи про караване меня зовут антон это канал яхты на колесах до новых встреч пока